В этом году в 20-й раз будут вручаться премии «Ясная поляна». И с 2015 года мы открыли номинацию «Иностранная литература». Сегодня мы объявляли длинный список, в который вошли 34 книги из разных стран, переведённые с разных языков. Я номинировала в этом году книгу Яцека Деннеля «Кривоклят». В блестящем переводе Юрия Чайникова, нашего выдающегося переводчика с польского, «Кривоклят» – это монолог вандала, музейного вандала, того человека, которым уродуют великие полотна. Удивительно, но в основе сюжета лежит история реального человека, австрийского Дон Кихота, того, кто взял на себя смелость утверждать, что он единственный способен любить искусство до такой степени, чтобы сражаться с ним. Чикита – это биография кубинской артистки, главный персонаж, историческое лицо, Эсперидиона Сэнда по прозвищу Чикита, кубинская артистка Лилипутка, которая жила в XIX-XX веках на рубеже веков. Это наполовину историческая, наполовину фантастическая биография, прекрасная проза. Книг, который я номинировал, это книга Жузея Квалузе, ангольского писателя, которая называется «Общая теория забвения». Это роман об истории, об истории постклониальной Африки вообще и анголы, в частности, об истории войны, которая, как мы знаем, продолжалась там на протяжении 27 лет, унесла много миллионов жизней и так далее. Главная героиня романа пытается отгородиться от внешнего мира, от войны, от смерти, замуровав себя в своей квартире. Амитав Гош, Маковое море. События разбинаются в 1839 году в Калькутте. Еще только-только такие намеки на то, что начнутся опиевные войны. История этих войн, она задаст вот тот тон отношений между Востоком и Западом, который, в общем, протянется до наших дней. И, конечно, еще я хотела бы отдельно отметить блестящий перевод Александра Сафронова. Мне кажется, очень важна тема сочувствия к другому. И в этом смысле интересно устроена книга Рэйчел Касп. Контур – это действительно сейчас, наверное, главная писательница этого года, героиня этой книги и как бы рассказчица этой книги. И преподает литературное мастерство. Преподавая литературное мастерство, она учит рассказывать чужие истории через свои истории. И вот это вот «чужое через свое» постоянно – это колесо. Когда вокруг очень много голосов, очень много историй, очень много странного, очень много каких-то случайных, непонятных столкновений. Как вычленить вообще себя и как понять, как ты к этому относишься, и как сложить этот хор в некий единый разговор о современности, вот про это, эта книга. Здесь действительно много ярких произведений. Я думаю, что там не так просто будет в этом году, как всегда, в общем-то, выбирать. Но мы решили, что с этого года мы попробуем объявлять еще и короткий список зарубежной литературы, чего раньше мы никогда не делали. Предстоит членам жюри за очень короткое время прочитать все эти книги, потому что в этом году мы хотим успеть завершить наш премиальный процесс к 9 сентября, к дню рождения Льва Николаевича Толстого. Вот поэтому все мои коллеги-члены жюри уже побежали читать.